Первое в нашем списке – ложь. Позвольте объяснить, я не говорю о крупной лжи. Вранье о том, где вы находитесь, ложь о финансах и чувствах. Все это плохо. Но маленькая ложь вполне допустима. Если моей жене что-то нужно, она спрашивает меня, ты занят. И, как правило, я должен был бы сказать, да, я занят. Я работаю, пишу статью и так далее. Но чтобы поддерживать отношения с здоровыми, я научился, если это не что-то важное, отвечать. Нет, дорогая, чем помочь? Когда вам задают этот вопрос, я выгляжу толстой в джинсах? Как тебе ужин? Поймите, господа, это ловушка. Ей не нужна ваша честность. Я не могу лгать. Подавляющее большинство мужчин и женщин хотят немного лезть, чтобы чувствовать себя лучше. В сегодняшнем видео мы поговорим о вещах, которые женщины втайне хотят от мужчин. То, что я скажу, является стереотипом, но дамы хотят, чтобы мужчина был подготовлен. И привет моим знакомым бойскаутам. Теперь всегда беру с собой в машину портативный аккумулятор, который я проверяю каждые 6 месяцев, чтобы убедиться, что он полностью заряжен. Это устройство незаменимо в любом автомобиле, которым вы управляете. Я использую его 3-4 раза в год, помогая другим людям, особенно когда температура меняется. И, наверное, раз в 2 года я сам его использую, когда забываю выключить фары своей машины. Следующая вещь. Воздушный насос. Полезно, если спустила шина. Буксировочный трос. Пригодится, если кто-то застрял в канаве. Огнетушитель. Никогда не использовал, но он очень важен. Карта. Вы не поверите, но в некоторых местах до сих пор нет сотовой связи. Мультитулы. Ножи невероятно удобны в самых разных ситуациях, которые вы не можете предугадать. Аптечка. Она должна быть в каждой машине. Всегда проверяйте, есть ли она. И, конечно, изолента. Далее дома хотят, чтобы вы хорошо распоряжались своими финансами. Я не говорю, что нужно быть богатым. Нет, я говорю о правильных финансовых решениях. Вы бы хотели партнера, который безрассудно обращается с деньгами? Нет, конечно, нет. Если это так, каков остаток на вашей кредитной карте? Сколько у вас кредиток? Под какие проценты вы берете кредиты? Я здесь не для того, чтобы судить вас, но вам нужно уметь управлять своими финансами. И первый шаг к этому – знать, кому и что вы должны. Дамы, с которыми вы хотите завести роман. И, возможно, вы уже слышали это раньше, но вам следует понимать, что женщины похожи на духовку. Им нужно время, чтобы прогреться. В отличие от женщин, мужчины похожи на микроволновую печь. Вы готовы к работе в считанные секунды, но дамам нужно время, чтобы разогреться. Дело вот в чем. Как только вы их разогреете, они будут хорошо справляться с поддержанием этого тепла. У мужчин и женщин есть свои сильные стороны. Вы просто должны понимать, что они не такие, как я и вы. Природа создала людей определенным образом. Иногда женщины реагируют на обстоятельства так же быстро, как и мужчины. Однако в большинстве случаев им требуется время. Начинайте прогревать женщин с утра вне зависимости от того, о чем конкретно идет речь, и в скором времени ваши старания купятся. Кроме того, судя по исследованиям, женщины любят старые добрые манеры. Я говорю о том, чтобы придерживать для нее дверь, заплатить за нее на первом свидании. Я знаю, что в современном обществе отношение к этому несколько противоречивое, так что буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Согласно проведенным исследованиям, женщинам очень нравится подобное проявление старомодных манер. Не переусердствуйте, но не забудьте цветы на вашу первую встречу. Вы хотите понять язык ее тела. Не только то, что она говорит. Я помню, мы встречались с женой, мы шли в магазин, и она увидела ожерелье. Оно ей очень понравилось, но оно было слишком дорогим. Она не стала просить меня купить его. Я тут же предложил сам и сказал, «Эй, давай купим его». Она отказалась, и мы двинулись дальше. Мы смотрели разные платья, но она думала лишь о нем. И когда она отвлеклась, я сказал, «Мне нужно отойти в туалет». На самом деле, я вернулся в тот магазин и купил ей то ожерелье, и не сказал ей. Дождался, пока мы вернемся домой. Через месяц у нас была годовщина, и угадайте, что она получила? То самое ожерелье. Она сказала, «Минуту, это же то самое ожерелье». Она его запомнила. Я знал, что это ожерелье очень ей приглянулось. Моя жена не любит красоваться. Обычно она даже не смотрит на украшения. Но мне казалось, что в том ожерелье было что-то особенное. И я был готов подождать, чтобы удивить ее. И женщинам очень нравится, когда вы обращаете внимание на их желания. Когда вы знаете, чего они хотят, и понимаете их мысли. Вам бы тоже понравилось, если бы ваша супруга купила бы вам тот огромный набор инструментов, или новый Форд. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Суть в том, чтобы обращать внимание на то, как люди реагируют. Вы будете знать, что они хотят, и сможете их порадовать. Чтобы понять то, что я сейчас скажу, у меня ушло 15 лет. И сейчас я поделюсь этой тайной с вами. Этот совет дорогого стоит. Когда моя жена рассказывает мне о своих проблемах, угадайте, что я делаю. Конечно, я хочу дать ей совет. Но они не хотят подсказок с вашей стороны. Зачастую девушки просто хотят с кем-нибудь поговорить, чтобы выплеснуть свои эмоции. И после этого, как по волшебству, решение находится, само собой, или не находится. Это уже не имеет значения, когда они поговорят с кем-то и тем самым снимут напряжение. Но если вы всегда пытаетесь найти решение, если вы всегда говорите, просто сделай так. Если вы слишком часто пытаетесь навязать свой способ решения проблемы, перестаньте. Да, иногда подобное бывает необходимо, но в большинстве случаев им просто нужен слушатель. Тот, кому можно выговориться, чтобы избавиться от лишнего напряжения и стресса. Они не хотят, чтобы их осуждали, и им даже не всегда нужно, чтобы кто-то предлагал им решение их проблем. Им просто нужен слушатель. Я уверен, что вы справитесь. Господа, вопрос к вам. Что вы думаете о сегодняшнем видео? Как насчет того, чтобы нажать кнопку «Нравиться» или оставить дизлайк? Я хотел бы понять, стоит ли мне делать больше таких видео. Возьмите быка за рога и примите решение. Каждый раз, когда вы созваниваетесь и договариваетесь, например, о встрече, она спрашивает «Что бы ты хотел сделать?» Не отвечайте «О, я не знаю, меня устраивает любой вариант». Не будьте вялой рыбой. Я не говорю, что вам нужно заставлять ее. Я говорю, что вам нужен план. Поделитесь с ней, узнаете, согласна ли она, а затем действуйте. Женщинам нравится мужчина, у которых есть план. Опять же, я не говорю, что вы должны делать все по-своему и не советоваться с ней. Иметь план действительно важно. Всякий раз, когда я иду куда-то со своим другом, я знаю, что у него есть маршрут, у него все расписано, он все спланировал. Я могу просто расслабиться, вместо того, чтобы самому брать на себя всю ответственность. Мы живем в мире, в котором от женщин ждут самостоятельности. Но многие дамы думают так. Я ценю, когда мужчина посвящает меня в детали своего плана, получает мое одобрение, а затем мы просто делаем так, как решил он. Им это нравится. А если нет, то это может быть тревожным сигналом. Следующий совет действительно сложен, потому что у меня огромное эго, но это не означает, что нужно всегда доказывать свою правоту и тем самым разрушать отношения, вместо того, чтобы сказать «Знаешь что?». Возможно, здесь нет правильного решения. Может, я просто не вижу ситуацию с твоей точки зрения. Я думаю, что это действительно позволило моим отношениям стать сильнее, потому что я недолго держу обиду. Но моя жена на какое-то время может затаять эту обиду и продолжать злиться. Например, я просыпаюсь утром, а она все еще в плохом настроении. Но она другой человек, и вы должны понимать, что иногда просто стоит извиниться, сказать «Ты знаешь, мне очень жаль, что у нас были разногласия, мы ссорились, но я люблю тебя, я забочусь о тебе, ты важна для меня, и я просто хочу извиниться». Даже если она не прощает вас в тот момент, даже если она все еще немного расстроена, на следующий день, через несколько дней, или даже спустя месяц, вы будете спать лучше, зная, что ваша девушка не расстроена. Я могу сам быть не в лучшем настроении, но я прилагаю усилия для того, чтобы извиниться, чтобы дать другому человеку понять, что мои отношения с ним намного важнее, чем чувство правоты, даже если я считаю, что прав. Нужно переступить через свое эго, и это улучшит ваши отношения.